Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей, и сегодня вашему вниманию я бы хотел представить свой первый взгляд на игру Forza Horizon 2, версия для приставки Xbox 360. Собственно, официальная игра еще пока не вышла, но версию для 360-го бокса уже слили на торрент, и бокс у меня прошит, и поэтому я могу спокойно играть и ничего, как говорится, не бояться. Так, ну что ж, давайте не будем откладывать дело в Волге ящик, сразу нажмем кнопку старт, посмотрим, что у нас там будет. Так, ну тут нас знакомят с управлением. В принципе, управление-то все как было стандартно в первой Forza Horizon, так и осталось, разницы практически вообще никакой я не вижу. Интересно, что будет по графике, ну насколько можно понять, что графика действительно будет отличаться. Так, что тут у нас? Открывайте глаза, слушайте внимательно к звуку моего голоса. С каждой словом и каждой номером, вы двигаете быстрее и быстрее. На счастье 10, вы будете на Хоризоне. С каждой словом, я скажу... С каждой словом, вы двигаете быстрее и быстрее, с островом, вы двигаете быстрее и быстрее. На счастье 7, вы двигаете быстрее и быстрее, с островом, вы двигаете быстрее и быстрее. а мы к ним а приценивая нанесет и вот и довольно интересный ролик сняты реальные кадры первое такое не было как я помню или было нечто подобное то есть там просто как этот вечеринка тусовка по-моему было русской озвучки здесь нет естественно разница в графоне здесь очень весомая краски поярче разве стали так и я не могу настройки звук поменять в общем беда а в лень а че так давайте переключимся на салон и салоны в принципе до родные естественно машина за сего очень качественно так ну что ж нам предстоит гонка на 8 километров ну как гонка просто поездочка такая знакомительная так опять это перемотка но это стандарт уже для корзе так что не будем обращать на это внимание пока функционал у нас естественно ограничен то есть мы не можем залезть ни в меню никуда блин ну очень очень громко кричит игра друзья очень громко не могу даже толком ничего сказать думал будет просто меня игра перебивать постоянно так что настройки звука я поднять пока что не могу а 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 так управление нужно привыкать то есть как мне кажется по сравнению с с той же с первой порции то есть разница есть машина стала как-то более-менее тяжелее что ли не знаю ну либо может это зависимости от того какой автомобиль мы управляем все таки это спорткар и здесь управление совсем другое чувствуется машина совершенно по-другому начинать мы будем наверняка там с какой-нибудь суток на лоханского автомобиля и будет он управляться совершенно по-другому так нужно плянуть направо не могу я посмотреть ни тарту ничего не могу я посмотреть ни тарту ничего ты на вашем пути, да? ты на вашем пути, да? но машин здесь очень много там больше двухсот но было такое разграничение что версия так на 10 машин меньше что ли что такое потому что машину вот эти 10 машин они изначально были сделаны только для Xbox One то есть использовать чисто его архитектуру его структуру его мощность вроде как он не тянет автомобиль 360 бокс но и в то же время управляли погоду здесь не знаю зачем это было сделано все таки вроде как говорят что погоду не тянет Xbox 360 там да но если смотреть другие игры да то погода там совершенно идёт спокойно это отлично уже вижу огни там в далеке были и время темнеет уже вау так так ну порождение есть это уже радует отлично вот-вот мы уже прибудем к месту назначения отлично так что у нас там ачивочку дали фестиваль force horizon в Европе посмотрим ролик и я надеюсь нам дадут возможность сделать настройки звука потише потому что играют сто пудово на меня перебивала во время записи и никак эти настройки не поменять лфа ну и показывать нам то что нам предстоит долгое путешествие по миру форзы ну и ну и Субтитры сделал DimaTorzok Ну и опять же вот эти навыки, все у нас вот эти задания за прогрев шин, за развороты. Так, ну супра, я не знаю. Пусть будет красного цвета, что уж. В принципе цвет-то довольно неплохой, яркий. Я не знаю, пока что есть у меня планы относительно Xbox One версии. Если удастся мне взять его на некоторое время, то есть покупать его не хочу. А вот взять в аренду, в принципе, есть такая возможность уже после официального выхода игры, да? Ну не знаю, посмотрим, может быть запишу там тоже несколько геймплеев, если, повторюсь, получится у меня его вырвать на некоторое время. Ну посмотрим. Так, отборочные заезды у нас начинаются. Хорошо, ты готовы, чтобы поставить эти новые геймплеи на тест? Прикрепите на третий этап, чтобы идти на дорогу. Это все, что лежит между тобой и на дороге жизни. Пойдемте! Так, настройки звука здесь есть? Можно как-то их поменять? Так, режим фото, настроечки. Так, настройки звука. Так, громкость радио давайте уберем. Примерно вот так. Громкость звуковых эффектов. Ну примерно, не знаю, вот так, наверное, сделать. Сохраним. Там посмотрим, как это все будет у нас. Так, карту мы, к сожалению, пока тоже посмотреть сможем. Ну вот такой салон у Supra. Праворульная она у нас. Ну, в принципе, довольно неплохо. Даже не смотря на то, что это старое поколение консолей, и на нем играть даже не плохо выглядит. Естественно, да, страдает прорисовка, сглаживание. То есть, ну, в остальном игра идет, машинки катаются, что еще нужно, как говорится. В графике дело бывает иногда, даже порой. Я лично оценил первую часть за то, что есть свободный мир. То есть, можно поехать куда угодно, с кем угодно. Онлайн, то есть, тот же есть, да? Так, что-то я начал все это отгонники собирать. Тот же есть онлайн и здесь. И здесь есть открытый мир. И, безусловно, если есть с кем поиграть, с друзьями, то будет вполне весело, то есть, покататься. Тем более, игра абсолютно новая, территория абсолютно новая. То есть, есть стимул покататься, посмотреть, пооткрывать автомобиль, проходить какие-то новые испытания, которые здесь будут добавлены. Наверняка здесь была пересмотрена вот эта вот механика быстрых каких-то испытаний. Ну, в общем, всего вот этого, что есть в первой части. Так, что-то я прям совсем расклеился. Ладно, переключимся на внешку. Ух ты, вот это да. Подбили меня изрядно. Так, ну все-таки сложность, да, имеет свое дело. Играем на средней. И еду в какой-то седьмой. Е-мое, гонка вот вот уже закончится. Очень печально, очень печально. Хотя бы в тройке приехать. Так, да, ну и в третьем нормально, я думаю. Самое оно. И опять вот эта система браслетов. То есть, для того, чтобы продвигаться дальше, нам нужно зарабатывать браслеты. Так, сохранение контента. Да, вот хорошо, что сделали такую систему выдачи, потому как в первом нужно было с этим браслетом ехать. Ну, это вообще абсолютно ненужное было путешествие. Лишнее время отнималось. А здесь его вроде как дают сразу. То есть, ну, это уже хорошо. Безусловно, плюс. Так, добро пожаловать в Касталетто. Эй, Ашли, я не знал, что ты здесь сегодня. Да, с днем, мы отнимали несколько спин-outs. Моя работа была пила. Эй, ребята, это Ашли. Она в chargeе гараж services для Хоризон. Эй, ребята, если вы хотите что-то, тюни, паники, upgrades, спаерс, что-то, приезжайте мне. Я у вас готова. Окей, что-то здесь было немного весело, но сейчас нужно было серьезно. Я хочу узнать кто-то лучший driver. А не ты лучший driver, Бен? Они украшли против тебя. Я не знаю, что-то. Я не знаю, что-то. Окей, у нас есть много событий, которые в районе этого района. Это твой мапа в Хоризон-фестивале. Каждый депутат будет проводить несколько чемпионов-эвентов, чтобы найти лучших driver. Добавляйте подседку в каждом эвенте, и ты станешь чемпионом. Мапа автоматически обновляет с ключевыми местами и событиями в фестивале. Добавляйте на один из них сейчас. Хм, интересно. Так, ну что, есть возможность у нас поглядеть по карте, но, в принципе, карта, я думаю, по размерам даже немножко больше той, что было в первой части. Так, нам нужно выбрать гонку. Так, а какую мы выберем? Это что у нас за гонка? Какой стиль? Просто уличная гонка, спринт, да? Так, это круговая гонка. Так, не знаю, давайте возьмем спринт. А за это нам дадут 5600 денег и 4500 очков опыта. Ланенько. Да, в общем, он рассказывает нам про онлайн, то, что можно ездить с друзьями. В общем, вот это все вот он с нами делится впечатлениями своими, да, то есть что нового было добавлено. Так, ну и опять-таки у нас вот эта вот система бакрутасов, так называемая, да, где нам нужно получать очки, там, за трифты, за такие вот опасные моменты, трюки. Так, ну, какое-то управление тяжелое, мне кажется. Почему-то так показалось, что тяжелое управление, машина более тяжело чувствуется. Так, что тут у нас? Вот она, гонка. Начать. Начинаем. Говорит еще. Так, ну что, пройдем еще одну гонку, и я думаю, на этом уже можно будет закончить. Естественно, вот эти фотографии, это все с версии для Xbox One. Ну, не знаю. Хотелось бы, конечно, в нее поиграть на новом поколении консоли в данную игру. Ну, посмотрим. Может быть, действительно удастся мне ее зацепить. Так, уличная гонка. А что, я один буду в ней, что ли? А, нет, у нас впереди машинки стоят. Все, вижу, вижу, вижу. Ох, ладно. Начинаем гонку. Погнали. Так, ну, начинаем с низов, как обычно. Машины среднего класса. Комбо делаем, отлично. Все это добавляет очков опыта. Естественно, можем подносить знаки, подрифтовать. Главное, только не разбиваться. А, плохой счастье. Колизионы будут улучшать твою скилл-чейн. Логики, которые будут улучшать твою скилл-чейн. Комбо делайся лучше, но уничтожай, и ты уничтожай все. В общем, говорит, что если в трюкате, что старайся избегать столкновений, потому как столкновение... Ух ты, что это они здесь? Развернуло их. Так как столкновение сбрасывает этот счетчик, и все-таки, если хочешь покачаться, то лучше старайся ездить более-менее аккуратно. Вот так как древзонок. Да, нужно привыкать к управлению. Я делаю скидку на то, что это все-таки средний уровень сложности. Возможно, здесь какие-то помощники отключены. И режим управления, возможно, другой стоит. Так что машина такая тяжелая, я не могу к ней привыкнуть. Ну, интересно, согласитесь, играть на начальном уровне сложности, да, где вот машина тебе поддается. Здесь вообще у меня уже все отвалилось. Больше похоже на демонстрации повреждений. Так, восьмой пока что. Ну, мне хотя бы в тройке лидеров пробраться, посмотреть как там, что дадут вообще за это все. Так, ну, вообще супер. Так, а вот почему у меня разбита вот задняя часть автомобиля так сильную, мне горят фары в сих пор там. Непонятно. Может, это все уже замято-помято? Странно. Так. Поклонники Форзе в комментариях меня по-любому загнобят, то, что я нихера ездить не умею. Но я прошу вас сделать скидку на то, что я вообще уже забыл, когда в последний раз-то Форзу играл. И я отвык просто-напросто от всего этого управления. Нужно привыкать. Буквально-то поиграю сколько-часа, два, полтора, может, и к всему я привыкну. Нужно просто понять всю эту систему. Играю я в такие игры довольно-таки редко. Именно на консолях. Ну, а пока если играю, то стараюсь играть на руле. Так что, в принципе, мне как-то привычно более-менее на руле ездить. Ну, в подобного рода игры. Так, ну что, побьемся за первое место. Так, удался он. Ладно. У нас еще, в принципе, есть время до финиша. Их можно сделать на поворотах, а не скорость скидываю. У нас вроде как эта функция отключена. Так, очередной контрольный пункт у нас впереди. Ай-яй-яй-яй. Так, аккуратненько, аккуратненько. Так, сейчас у нас такие завертухи будут, блин. Есть у нас все шансы оторваться и, возможно, дожди на первое место. Так, дороги у нас открываются даже постепенно. Шестая езда. Отлично. Опыт так сыпется. Ну и финиш. Отлично. Добрался первым. Супер. Продолжаем. Ну, он добавился в прогресс, так же, да? Денежное вознаграждение. Также это меню переработали полностью все. Так, сграды. Нормально, почти 6000 опыта. Так, и первый уровень даже не до конца, не вначале. Нужно еще, короче, три гонки выиграть для того, чтобы продвинуться дальше по чемпионату. Да, ну аудиер 8, конечно, безусловно, красиво. Зона максимальной скорости. Ну, это и было в первой части, все. То есть, там дается отрезок, на котором нужно разогнаться на максимальной скорости. Какой-то, короче, трехгонщика открыт. Как вы говорите, все наши машины приобретены с селекцией радио-радио-стаций. Так, ну, что-то как-то я не пойму, где они находятся. Ладно, давайте просто к нему маршрут установим и попробуем пройти еще это нововведение какое-то, как я понимаю. Так что его стоит показать. Так, ну что, едем пока что назад. Машинка у нас починилась, тоже хорошо. В 200 метрах вы приобретете на вашем destinatio. Ха! Цепанулся за бордюр. Смотрите, сейчас машина встала. Нормально так. Немножко пластилинового как-то это все выглядит. Так, что это такое? Попадитесь на трюки 113 км в час на Lotus. Не совсем понял, что нужно просто проехать со скоростью 113 км в час мимо... Попадитесь на трюки 113 км в час на Lotus XS. Нужно просто проехать, что ли? Не поймаем. Сейчас посмотрим. Давай, давай, давай. Гонка. Так, ага, все, понятно. В общем, да, там стоит вот этот светофор, и там нужно на 13 км часто пройти. Так, стоп, 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 стоп. Другой автомобиль, другая мощность. Сложнее справляться. Нужно привыкать. Так, давайте посмотрим салон Lotus. Ну, салон у них, в принципе, практически у всех одинаковый. Так, что... Так, направо. Так, это мы сейчас едем вроде как по брусчатке, получается, да? Текстура просто настолько смазана, что практически ничего и не видно. Так. Бас-арена у нас, опять же, радио. Ну, и те же самые радиостанции. То есть, рок, как я помню, был, пульс и бас-арена. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.